Туастрейт Юрнал, США Может ли Китай потеснить Россию в Центральной Азии? Уолтермит Туастрейт Юрнал, США 1 мая 2019 года Бишкек, Киргизия Поездка в живописную столицу этой горной, озерной, но не имеющей выхода к морю республики в Центральной Азии создает ощущение путешествия во времени Неуклюже помпезная архитектура и монументальный размах городских улиц и площадей наглядно показывают, какой глубокий отпечаток оставил здесь Советский Союз А очень редкие торговые центры и супермаркеты западного образца демонстрируют, как медленно после распада Советского Союза развивается местная экономика Бишкек также дает представление о будущем китайской мощи Пять стран Центральной Азии, такие как Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Киргизия, простираются от гор Тяншане до Каспийского моря Там есть все величественные горные хребты, плодородные долины, огромные запасы полезных ископаемых, нефти и газа Они также играют важнейшую роль в замыслах Китая по преобразованию международной торговли, чтобы сухопутные маршруты через Азию пришли на смену морским торговым путям между Европой и Азией Многие западные обозреватели считают неизбежным усиление Китая в Центральной Азии, где Россия традиционно занимала господствующие положения Российская экономика находится в состоянии застоя, а огромный китайский рынок, его дешевые потребительские товары, а также многомиллиардные планы строительства сети железных и автомобильных дорог в регионе как будто оттягивают страны Центральной Азии и прочь от Москвы в сторону Пекина Но в Бишкеке все иначе Да, Китай играет важную роль в экономике страны, однако киргизские иностранные обозреватели в один голос заявляют, что российское влияние по-прежнему является первостепенным, и многие киргизы хотят, чтобы все так и оставалось Одна из причин заключается в том, что Пекин дает капитал, а Москва предлагает работу Средняя зарплата в Киргизии составляет всего около 220 долларов в месяц Более 10% населения этой страны работает за рубежом, причем подавляющее большинство в России Денежные переводы из России составляют более трети ВВП Киргизии и помогают многим семьям держаться на плаву Это значит, что Россия обладает колоссальными рычагами влияния на Бишкек, не тратя при этом ни копейки из своего небогатого бюджета И если Москва лишит киргизских рабочих заработков в России, это станет мощнейшим ударом по Киргизии и вызовет там серьезный политический кризис У России также глубокие и прочные связи с Киргизской службой безопасности и с армией В киргизской прессе преобладают пророссийские издания, многие из которых распространяют кремлевскую пропаганду Включая истории о том, что Соединенные Штаты поддерживают ИГИЛ Организация, запрещенная в России, примечание Перев На авиабазе в Камте в советские времена учились такие знаменитости, как бывший президент Египта Хаснимубарак и покойный сирийский президент Хафес Аль-Ассад Сегодня эта база крайне важна для российской ПВО во всей Центральной Азии Но Россия не почивает на лаврах Напротив, она деятельно укрепляет свои связи с этой страной размером с Южную Дакоту и с 6-миллионным населением В конце марта Киргизию посетил президент Владимир Путин, сообщивший о заключении соглашений на 6 миллиардов долларов о расширении российской авиабазы Министр иностранных дел Сергей Лавров намекнул, что Россия заинтересована в открытии второй военной базы Китайские инвестиции в Киргизию воспринимаются неоднозначно Дело о коррупции в связи с крупным китайским кредитом, в котором были замешаны 8 лиц, приближенные к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, обрело широкую огласку Причем происходит это в момент, когда задолженность Киргизии перед Китаем быстро увеличивается В сентябре прошлого года возмущенные сельские жители заперли в морском контейнере менеджеров китайской золотодобывающей компании Фирма Huawei пыталась подать заявку на создание системы видеонаблюдения в киргизских городах, но получила отказ из-за опасений по поводу того, что китайские власти будут использовать эти данные в собственных целях Мне сказали, что контракт этот получила фирма, поддержанная Россией Предлагаемые Китаем инвестиции в программу «Один пояс, один путь» тоже вызывают подозрения Пекин хочет проложить через территорию Киргизии железную дорогу с востока на запад, чтобы поставлять по ней товары в Европу Но киргизские власти хотят, чтобы этот маршрут прошел с юга на север, соединив более развитую северную часть страны с бедной сельской южной частью Более того, китайские репрессии против уйгуров и прочих мусульманских меньшинств вызывают возмущение и тревогу в Киргизии, где 90% населения составляют мусульмане У некоторых киргизов есть родственники, исчезнувшие в Китае Демонстрации против преследования мусульман в Китае и против нелегальной эмиграции из Китая в Киргизию пользуются широкой поддержкой и популярностью Так что китайские перспективы в Центральной Азии, далеко не такие радужные, как считают многие У России шансов намного больше С точки зрения американской внешней политики, это может создать проблемы Хотя многие американские аналитики надеются, что Россия в конечном итоге присоединится к коалиции во главе с США, которая создает противовес Китаю в Евразии Но чем прочнее позиции России в Центральной Азии, тем меньше шансов на то, что страх перед Китаем вынудит Москву восстановить свои связи с Западом Если российское политическое превосходство останется в целости и сохранности в условиях роста китайских экономических инвестиций вдоль шелкового пути То антиамериканское партнерство Пекина и Москвы окажется намного прочнее, чем Китайский Советский Альянс 1950-х годов Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ